Так, доброе утро еще раз. Вот мы сегодня собрались, чтобы изучать Тору. И, значит, сегодня у нас 18 июля. 18 июля, очень такой интересный день сегодня, да? 18 июля, 14 сентября. И сегодня, сегодня 18 июля, два дня рождения. День рождения Бальшимтова, основателя хасидизма. И день рождения сегодня Альтер Ребе, основателя движения Хаббат. Он был внуком, получается, да? Внуком был. Не знаю, был ли он внуком по... Наверное, внуком он не был по родственным связям, но он был третье поколение учеников от Бальшимтова. И сегодня это такой важный день. Тут очень много есть еще аналогий таких интересных, что 18 это числовое значение слова хай, жизни. То есть на иврите, как вы знаете, каждая буква имеет цифровое значение. И, значит, 18 записывается ют, это 10, хет, это 8. Хай, жизни. То есть это 18 число, да. Теперь очень интересно, я сегодня обратил внимание, раньше я не обращал внимания, но сегодня обратил еще на одно цифровое такое сочетание. Значит, вот сегодня мы читаем книгу о Йом-Йом. И в ней написано так, что день рождения Бальшимтова был в 1698 году. То есть Хасидин существует уже, ну, он родился в 1698 году. И в этот же день, в его день рождения, да, тоже очень важно, в 1724 году впервые открылся ему святой учитель и наставник. Так, ангел, его обучал ангел Ахия Ашелани. Был такой Ахия Ашелани, он был пророк. И потом он поднялся на небо, и он стал ангелом. То есть он был на таком уровне, что он мог потом возвращаться сюда уже с духовного мира. И вот этот Ахия Ашелани, он открылся Бальшимтову в 1724 году. Я думаю, интересно, 1724 год, сколько было Бальшимтову лет? Получается, ему было 26 лет. А 26 лет – это тоже цифра необычная. Мы знаем, что Ют Кей Вав Кей, имя Всевышнего, его числовое значение 26. Мы знаем, что на 26-е поколение от сотворения мира была дарована Тора, то есть Машера Бейну, это было 26-е поколение от сотворения мира. И 26 – это такой очень переходный период вообще у людей. В 26 лет человек становится уже по-настоящему, по-настоящему взрослым. Он уже как бы выбирает себе идеологию. Вот в 26 лет – это такой возрастной переходный момент, когда случаются разные интересные вещи. Проанализируйте потом, было ли у вас 26-го числа, значит, что-то. Или в 26 лет, или… Ну, в 26 лет я имел в виду, не в 26-го числа. В общем, открылся ему, открылся ему в 26 лет его святоучитель и наставник. Но он сам миру не открылся, Баальшемтов. Он продолжал быть скрытым праведником. И он продолжал духовно расти, но никто не знал, что он праведник. Он работал где-то в лесу, собирал дрова. Потом он работал преподавателем для маленьких деток в Хейдере. Значит, а 13, кстати, вот Джулия Петерсон обратила внимание. Получается, 13, числовое значение 13 – это Эхад, слово 1, значит, это 13. И Аава, любовь, это тоже 13. Получается, если сложить 1 и Аава, получится 26. И 26 – это имя Всевышнего. Ютка и Вавкей – это четырехбуквенное имя Всевышнего, 26. То есть мы видим, что даже 26 складывается, да, из двух 13-13. Очень интересно. Этот мир – это как цифровой, математика такая. Хорошо, значит, Баальшемтов в 26 лет ему открылся, его учитель-ангел, он его обучал. До 36 лет никто не знал, что Баальшемтов, он на таком высочайшем духовном уровне. И потом он раскрылся миру, когда ему было 36 лет, в 1734 году. Он набрал себе учеников, и его ученики – это были первые хасидские рыбы, которые распространяли знания о Боге, но внутреннее знание. То есть есть открытая часть Тора, а есть часть Тора, которая называется Кабала. И вот хасидские учителя, они для простого народа обучали каким-то вещам, которые из Кабалы, из внутренней части Торы, и назвали это хасидизм. И все они были ученики Баальшемтова, и очень интересно, что буквально с 1700, вот он открылся в 1734 году, и хасидизм очень сильно распространился за следующие 100 лет большинство, можно сказать, ортодоксальных, религиозных евреев ашкинастских, это стали хасиды. Очень интересно. Хорошо. Теперь в этот же день, в 1745 году, родился Альтер Эребе. Альтер Эребе – это основатель хасидизма. Теперь дальше приводится беседа, которую провел Баальшемтов в недельную главу 18 иллюля. В общем, он провел в... Когда же он это сказал? Интересно. В 1790... Наверное, тут опечатка какая-то, да? 18 иллюля, 5652 года, а он родился 5458. Вот здесь что-то с цифрами непонятно мне не сходится. Ладно. Значит, я вырежу сейчас и пошлю. Мне нужно в этом разобраться будет, потому что с цифрами что-то не сходится. Наверное, это при переводе опечатка, как бывает. В общем, он говорил так. В эту недельную главу, которую мы сейчас изучаем, она начинается с того, что словами и будет. Когда ты придешь в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ей, и поселишься в ней. Помните, мы изучали начало главы Титово, когда придешь. Теперь получается, что Баальшемтов говорил так. Итак, страна на иврите это слово Эрец. Эрец Исраэль, земля Израиля, да? Эрец. И слово Эрец это однокоренное со словом Ля Руц. Ля Руц это бежать. И со словом Рацион. Рацион это желание. Получается, что смотрите, как получается. Если у человека рацион, человеком двигает рацион, если у человека рацион, его желание, оно очень сильное, то он начинает бежать для Руц, чтобы реализовать свой рацион. Простой пример. Человек идет, хочет он чуть-чуть в туалет, он идет быстро ищет туалет. Но если он уже сильно хочет, он побежит. Если он хочет сильно что-то сделать, то у него внутри есть сила прям бежать. Рацион, его Мориц, Мориц его, он его, вот как, включают в нем еще есть такое слово Мерец. Мерец это энергия. То есть рацион желания, включают у человека Мерец энергию. И этот Мерец, его Мориц, и он начинает, Ля Руц, он начинает бежать. И обратил внимание, вот этот, в большем том, в своем, вот этом объяснении. Он говорит, что когда твое стремление к святому поднимет тебя на такой уровень, что твои желания совпадут с желаниями Всевышнего, то тогда начинается следующий этап своего служения. То есть первый этап служения Всевышнему и соединения со Всевышним и духовного роста. Первый этап это, чтобы у тебя был сильный рацион для служить Всевышнему, соединиться со Всевышним. То есть служение Всевышнему это соединение со Всевышним. Если у тебя есть рацион желания такой сильный, что ты начинаешь действовать, он тебе дает энергию, ты начинаешь Ля Руц на урок Торы, выполнить заповеди и так далее. Это первый этап прошел. Твое желание совпало с желанием Всевышнего, потому что Всевышний хочет, чтобы ты соединился со Всевышним. Он для этого мир и создал. И когда ты хочешь не что-то эгоистичное свое. Я хочу, например, кепочку новую. Я хочу кепочку новую. У меня есть кепочка. Я сижу и думаю, может мне другую кепочку купить. Это уже мне не подходит. Это мое желание, направленное на меня. А если я хочу сделать, например, такую же кепочку, кому-то подарить, жене, например, подарить кепочку, то это уже иду и хочу это сделать не чтобы жена мне подарила кепочку, а потому что Всевышний сказал. То есть, как только я хочу делать волю Всевышнего от всего сердца, в этот момент я соединяюсь со Всевышним. Оп, первый этап прошел. Но это только первый этап. Дальше Тора говорит нам, и тогда, если ты захочешь поселиться в земле, а потом ты в ней поселишься, то получается, поселиться в земле, это после этого... Вначале ты хотел только поселиться, только служить Всевышнему. Теперь ты хочешь взять и вот это служение Всевышнему опустить на землю. И что значит? Когда ты... Очень легко служить Всевышнему, находясь где-нибудь в Яшиве или там где-нибудь в одиночестве, в монастыре, да? В таком. То есть, ты сидишь, тебе ничего не мешает. У тебя, в принципе-то... Ну, то есть, ты в стерильной такой атмосфере. А вот прийти на работу, или ты сидишь за прилавком, или ты днем там воспитываешь детей, или ты еще где-то находишься в жизни. И в это время помнить о Всевышнем и сделать его центром своих стремлений, даже занимаясь повседневной работой, это уровень намного более высокий. И поэтому Всевышний нас создал не ангелами, а людьми. Он нас посадил в этот мир, чтобы мы, находясь в этом мире, помнили о Всевышнем. Это такая... Это уровень номер два. Знаете как? В играх есть простой уровень. Ты проходишь простой, тебе скучно. Тебе говорится, а попробуй-ка здесь. Давай, уровень номер два. Помни о Всевышнем в материальном мире. Значит, начинаешь ты помнить. И дальше говорится так. Дальше говорится в этой недельной главе, значит, что возьмешь ты плоды этого мира, первинки, да, первые плоды. И это как раз глава об этом. Значит, ну, тут идет чисто уже кабала, что ты начинаешь видеть какие-то сосуды, в которые ты вкладываешь божественный свет. И дальше написано так, что ты придешь, будешь перемещаться с места на место, и имя Всевышнего там ты будешь произносить. И дальше он... Это так он объяснял своим ученикам уже, это с точки зрения кабалы, что там, где ты находишься, там, куда ты придешь, нужно будет и распространять знания о Боди. Я это очень упрощаю. Но тут интересно, что он, когда все это рассказал, ну, действительно, идея такая, ну, я представляю, как Хасидов просто накрывал от этого света божественного, когда он это все рассказывал. Они спрашивают его в конце, а как? А что же делать-то? Как распространять знания о Всевышнем? Как этот божественный свет туда направить, куда направить, где я нахожусь? Как? Скажи, как? А он им говорит, а сделать это можно очень просто, произнеся любое благословение или строчку из псалмов. И поэтому Хасидизм, он и завоевал так очень сильно сердца людей, потому что это просто. На самом деле ты думаешь, что все очень сложно, сложно, нет. Возьми и скажи благословение. Барух, Ата, благословен ты. Ашем Элакену, Бог всесильный наш. Шиакольни Ябедворо, что все возникло по твоему слову. И выпей стакан воды. Вот ты распространил знания о Всевышнем. Скажи это громко, чтобы люди могли сказать Амэнь, чтобы ты сам осознаешь, что водичка-то это, она от Всевышнего. А потом скажи псалом, просто псалом, первый псалом, Ашрей, Адам, Ашр-Ло Аллах Бе Атсад Решаим. Это начинается в псалмы. Счастлив человек, который не ходил по советам злодеям. Все. Или Ашрей, Юшвей Бе Теха, счастливый сидящий в доме твоем. От Иаулуха Села, будут они всегда прославлять тебя. Вот и все сказал Ба Ашемтов. Ничего сложного нет. То есть, вначале сильно захоти, потом, когда ты сильно захотел, вернись обратно, сохраняя это желание служить Всевышнему. Потом начни, освойся с этим желанием в своем мире. А потом Всевышний будет тебя посылать. Тут я чуть пропустил. Он говорит, что дальше, если ты вышел уже на третий уровень игры, тогда Всевышний начинает уже тебя вести. Это называется личное проведение. И он тебя начинает, как спецназ, подбрасывать тем людям, кого он хочет, оп, тоже включить, пробудить. А ты спрашиваешь, а как пробудить? Нести имя Всевышнего. А как? Благословения и псалмы. Все. Очень все просто. Никаких сложностей. Все. Вот такой спецназ. И потом ты проходишь этот мир, счастливый и радостный, и приходишь на небо, тебя встречают Ахи Ашелани, Баальшемтов, Альтер Ребе. Встречают, говорят, ну ты красавчик, все, справился. Начало тебе лучшее место. Значит, все. Лучшее место у тебя есть в раю. Понятно, да? Значит, все. Вот мне Влад как раз сразу косов и подсказал, что там есть объяснение путаницы с датами. Да, сноска 4 надо посмотреть, и там уже объясняется. Я понял, я понял, что красиво. Спасибо, Влад. Очень красиво, да. Я прям вырезал, думаю, что за путаницы с датами. Есть объяснение, оказывается. Все, двигаемся дальше. Это мы, сегодня мы изучили сейчас книга о Йом-Йом. Сегодня большой день. Все хасиды сегодня празднуют дни рождения Баальшемтова и Альтер Ребе. Я думаю, что мы тоже можем как-то отпраздновать, выпить водички, сказать благословение. То есть, сегодня у нас праздник. Да. Хорошо. Вторая книга. «Обретение неба на земле». Значит, «Обретение неба на земле». Вторая книга. Она нам говорит опять о роли женщины. Опять о роли женщины. И я рад, что прямо вот мы видим, как сбываются, сбываются все больше и больше все предсказания о приходе Машеха. Есть такое предсказание в Талмуде, что пнейдор будет, лицо поколения будет, как лицо собаки. И это очень интересно. Значит, мы когда приехали в Тим, мы с женой идем по тротуару, и вдруг видим такая надпись. Стоит надпись, щит такой. «Весь мир принадлежит собакам». Мы удивились, думаем, как? Ну, то есть, прям реально написано, что поколение будет, лицо поколения последнего будет, как лицо собаки. И прям такой щит стоит на улице. «Весь мир принадлежит собакам». Значит, это была реклама собачьего корма. А с 20-го года, когда начался коронавирус, то люди начали все ходить в таких намордниках. Раньше только собаки ходили в намордниках. А сейчас люди такие ходят. Вот очень, ну, похоже же на намордник маска. Прямо очень похоже. Лицо поколения, как лицо собаки. Все ходят на намордниках. Сами все такие есть. Знаете, маски такие, если люди одевают, вот точно получается, как собака, такие с респираторами. И вот более приятные предсказания, что мы знаем, что когда будет, придет Машех, и божественный свет осветит, увидит, что женщина, она уже более совершенная, чем мужчина. И чем мы ближе к Машеху, тем больше женщины, они проявляются, как более совершенное создание. И вот тут написано, обретение неба на земле. Как получить небо на земле? Очень просто. Если обратиться к истории исхода, исход из Египта, можно увидеть, что главной силой освобождения была вера женщин. Сейчас история повторяется. Сейчас история повторяется. Это Рэбе говорил любавически, и из его высказывания он написал 40 тысяч писем. Равин Цви Фриман из Канады, он выбрал 365 идей, и из них вот мы последние дни читаем только идеи про женщин. Я, например, уверен, что у него был рай на земле, потому что когда он читал свою книжку своей жене, жена ему, понимающая, фитивала головой, говорила, да, Цви, молодец. И у него был рай на земле, потому что если правильно к женам относиться, то они могут сделать мужчинам рай на земле, а если неправильно, то, как сказал Всевышний, что женщина, она эзер коннегдо, она помощник против него. Удостоился правильно себя вести перед Всевышним, помощник не удостоился, коннегдо, она будет все время давать сигналы к исправлению, что надо, надо исправиться. То есть мужчина, поэтому он, у него есть обязанность по шелхоноруку жениться. И, значит, в этой женитьбе он как раз и для него есть духовный рост, самый большой, самый большой серьезный тренинг, развитие, духовное развитие, выход на следующий уровень, это в заслугу, конечно, женщин. Да. Хорошо, друзья. Двигаемся дальше. И кусочек из недельной главы мы успеем сегодня выучить. Значит, мы продолжаем изучать книга Дворим. Значит, книга Дворим. Амень, Дамир, поддерживаю ваше благословение. Значит, книга Дворим, недельная разделка того, когда придете. И сегодня у нас отрывочек такой. «Бойца в Муше в изекней Исраэль эт аам ле мор. И приказал Муше и старейшины народа Израиля народу, говоря, «Шморет коль амитсва ашер анухи митсавея скаемаем». Сохраняй каждую заповедь, которую я заповедую тебе сегодня. Значит, снова и снова повторяется снова и снова повторяется вот этот вот призыв соблюдать заповеди. Потому что опять, невозможно любить Бога, не соблюдая заповеди. То есть любовь это активное действие. Она должна как-то выражаться. То есть не бывает любви вот «Я тебя люблю», говорит муж жене. Все, я пошел. Куда? Я пошел там у меня свидание с другой девушкой. Как? Ну, подожди, я тебя люблю, но я тебе говорю же я тебя люблю, но я искренне тебя люблю, я вот прям смотрю на тебя и люблю. А ну, а куда ты пошел? А я пошел встречаться с другой девушкой. В смысле? Ну, я ее не люблю, но я люблю тебя, но я встречаюсь с ней, у меня встреча с ней назначена, да? А почему? Ну, просто встреча там, я не знаю, посидим, поедим, повыпьем там, я не знаю, то-се. Жена говорит «Как? Как то-се? Ну, так, вот так, то-се, значит, я тебя люблю, а с ней я действую». Нет, так не работает. Поэтому любовь к Всевышнему должна обязательно выражаться в каких-то действиях по направлению к Всевышнему. Заповеди, изучение Торы, добрые дела, и все это, когда ты это делаешь, но ты не можешь выдумывать. А, мне кажется, что Всевышний хочет, вот я опять же на примере женщины, это очень понятно, муж говорит, «А, ты хочешь, чтобы я выразил свою любовь? Отлично, дорогая, все, я, значит, куплю себе новую лодку резиновую для рыбалки». Она говорит «В смысле?» Он говорит «Ну, я думаю, что это будет классным выражением любви». То есть, ты требуешь действия от меня, поступков? Пожалуйста, я куплю себе резиновую лодку и уеду на неделю на рыбалку». Жена говорит «Нет, я не этого». Он говорит «Слушай, тебя не поймешь». То есть, ты хочешь, моих слов от них недостаточно, что я тебя люблю? Недостаточно. Хочешь, чтобы я действиями выражал? Хочешь. Я действиями выражаю, я лодку себе купил, купил. Тебе все мало. Вот то же самое со Всевышним. Так не рожают, ну, не работали, да? То есть, если ты хочешь выразить любовь ко Всевышнему действиями, то это называется заповеди. Поэтому, сказал Моше и старейшины подтвердили всему народу, говоря, сохраняй все заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. Понятно, да? В Ая и будет Байом Ашер Тавру Эта Иорден. В день, когда вы перейдете Иорден, речку Иорден в землю, которую Бог Всесильный дает тебе, установи там камни большие, значит, и смажь их известью, и, значит, тут интересно, напиши на них все слова учения этого на камнях, напиши, как тебе, чтобы не забыть это учение, которое Бог дает тебе, когда ты входишь на эту землю, построи там жертвенник Богу из камней без железа, то есть нужно из цельных камней. Тут здесь очень интересно, восьмой отрывок звучит так, «вэкатавта аля аваним этколь деврей атура азот» и напиши на камнях все слова Торы учения этого бэээр эйтэв разъясненные хорошо. И говорит нам устная Тора, значит, в Талмуде, в трактате Сота, говорит нам, что, что за слова напиши разъясненные хорошо на 70 языках, то есть слова Торы нужно написать было на 70 языках перевод, чтобы была Тора понятная. Отсюда мы видим, что Бог дал Тору не только еврейскому народу, а дал он Тору для того, чтобы учение, вот этот свет дошел до всего мира. И еврейский народ, это был народ священников, которые должны были донести это учение до всего мира и донесли, я считаю, что донесли. Правда, чуть-чуть это помогли донести учение, помогли христиане, помогли мусульмане, так Рамбам говорит, что, в принципе, вот это знание, оно разошлось по миру, о Боге, о сотворении мира, о Адам-Ришоне, все, что есть в истории, оно дошло до разных народов через помогли христиане, помогли 2 миллиарда, мусульмане помогли 2 миллиарда, то есть теперь, можно сказать, что все даже в самых отдаленных местах мироздания уже знают о Боге, все, и теперь нам осталась роль женщины проявилась, все пророчества сбылись, и мы встречаем Машеха, на нашем поколении, мы уже находимся в портере, значит, уже третий звонок прозвучал, и мы увидим, мы и так видим, я не думаю, я не думаю, что хоть одно поколение за всю историю мироздания видело такое кардинальное изменение мира, как видит наше поколение, то есть никто не видел, как возникли телефоны, как возник интернет, то есть написано, что пророки сказали, что придет Машех, поколение, когда это будет Дорда, поколение знаний, и такое распространение и доступное знание, которое есть сейчас, я сейчас нахожусь в Риме, я провожу урок Торы, который видят даже в Малибу, нет такого, ну, не было никогда за всю историю, чтобы у человека был такой доступ к знаниям, через интернет ты набираешь Google, и в ту же секунду тебе Google находит любое знание, которое есть в мире, на сегодня мы пришли, последняя осталась стадия, которая, которая вот мы увидим ее в ближайшие годы, последняя стадия, когда все люди начнут друг друга понимать, уже сегодня, я вчера сижу в ресторане итальянский, навожу телефон на меню, и у меня меню переводится на русский язык, уже сейчас в режиме реального времени есть такие уже программы, когда ты говоришь на языке на одном, а телефон тебе переводит слушателю на его язык, но скоро это будет встроено, прям наушник в ухе, мы встречаемся, там, Тениц, я Теницу говорю привет, шалом, Тениц мне говорит на своем Тениском, привет, шалом, и он понимает меня на Тениском, я понимаю его на еврите или на русском, то есть мы сейчас входим в годы, да, в эпоху, когда действительно все знание, все станет единым информационным полем, и тогда Всевышний откроется, все, так что давайте успеваем делать больше заповедей, успеваем переводить все материальные активы в духовные, через заповеди, через, подумайте, главное, включите, включите сильное желание приблизиться к Богу, чтобы был такой рацион, такое желание, которое морит, которое заставляет, дает энергию, которое заставляет ляруц, заставляет бежать, и которое приводит к эрец, ля эрец на первом месте относительно всего остального в жизни. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня, и как учил Бальшим ТОВ, распространяем знания о Боди, что мы стараемся делать в Вейкре, делитесь, делитесь уроками, делитесь знаниями, есть шикарный канал в Телеграме, наш канал Вейкра, в котором все уроки выходят и легко делиться. Все, удачи,